Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в программе «Из первых уст» мы поговорим о возможностях получения высшего образования в Североказахстанской области. Ну а так как эта возможность предоставляется в единственном ВУЗе нашего региона, Североказахстанском университете имени Монаша Кузыбаева, то сегодня я с удовольствием вам представляю нашего гостя Ербола Маратовича Исакаева, исполняющего обязанности заместителя председателя правления ректора Североказахстанского университета имени Монаша Кузыбаева. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну, очень такой широкий спектр вопросов по этой теме, но тем не менее мы обозначили уже главное и будем говорить о том сначала, какие сегодня специальности вообще в мире, на ваш взгляд, являются востребованными у абитуриентов и какие специальности предлагаете вы в университете? Спасибо за такой важный вопрос. Я думаю, что как раз-таки эта тема создания новых образовательных программ, возникновения новых образовательных программ достаточно актуальна на сегодняшний день, тем более, что в свое время президент, глава государства Касанжумарт Кемель Штокаев говорил о том, что университетам необходимо создавать такие образовательные программы, профессий которых еще нет. Сейчас, сами понимаете, что мировое производство, экономика странно, она очень стремительно развивается, причем все сферы, как правило, прошиты цифровыми технологиями, соответственно, возникает потребность создания новых образовательных программ. И в этом отношении университет идет в ногу со временем, причем хотелось бы сказать, что эти программы создаются не на пустом месте. Сейчас по определенным отраслям уже сформирован атлас новых профессий Казахстана, в том числе по инженерным специальностям. Я так думаю, что уже, насколько я знаю, в сентябре месяца появится полная картина, по сути, тех профессий, которые будут возникать в недалеком будущем. И в соответствии с этим наш университет ведет достаточно большую аналитическую работу в плане востребованности на рынке труда. Далее обязательно, конечно же, мы делаем упор на социально-экономическое развитие нашего региона. Появляются новые производства, создана свободная экономическая зона, иностранные инвесторы открывают новые производства. И поэтому, соотнося потребности рынка труда, мы на сегодняшний день занимаемся формированием новых образовательных программ. Кроме того, хотел бы отметить, что создание новых образовательных программ происходит непосредственно со всеми заинтересованными лицами, так называемыми стейкхолдерами. В первую очередь, конечно же, наши работодатели потенциальные и имеющиеся. Поэтому за последние два года была проведена большая работа, и ВУЗ предложил абитуриентам, поступающим в наш университет, порядка 30 новых образовательных программ. Причем есть градация, то есть есть градация, что эти программы, они новые, либо инновационные. В чем различие? Новые образовательные программы – это, по сути, программы, которые созданы вновь. Появились у нас в университетах, допустим, образовательные программы, или так называемые специальности фармации. В 2018 году мы открыли специальность общая медицина, и в 2019 году мы открыли прием на фармацию. Инновационные образовательные программы – это, по сути, те программы, которые не существовали до нашего времени, допустим, на территории республики. К примеру, да. К примеру, да. К примеру, это астрономия и методы дистанционных исследований. Раньше, если это была у нас специальность просто физико-астрономия, то сейчас мы перешли на некий другой уровень, тем более, что в эту программу мы вшиваем те необходимые навыки для наших будущих выпускников, которые понадобятся им в работе. Допустим, учим создавать электронные поля, учим использовать дроны, беспилотные летательные аппараты для того, чтобы они могли, допустим, ну, к примеру, у нас область аграрная, да, сейчас очень, ну, как так сказать, в тренде, и вообще большая потребность как раз-таки на эффективном использовании всех возможностей повышения продуктивности, допустим, тех же земель. И чтобы это было эффективно сделано, как раз-таки вот зондировано, она позволяет эти вещи сделать. Кроме того, вот у нас была специальность, ну, образование программы строительства, сейчас мы ее перефромотировали за достаточно такую интересную программу, это проектирование, информационное моделирование объектов строительства. Мы все знаем, что такое 3D-моделирование, что такое BIM-технологии, сейчас, по сути, наверное, уже устарело такое понимание, что строительство – это кирпичи и глина, да, ну, и понятно, что есть, допустим, какие-то проектные вещи, сейчас многие ребята наши уже, учащиеся, еще учащиеся в стенах университета, подрабатывают тем, что разрабатывают модели, допустим, вот модели кампуса будущего, модели наших фасадов, причем эти модели достаточно высокого уровня, поэтому мы даем возможность для наших ребят расширить горизонты своего будущего образования, тем более, что это делается не просто так, опять-таки, это достаточно глубокая аналитика, кроме того, что мы ведем определенную аналитическую работу в том, что куда наши дети уходят, вот поступают, допустим, в другие казахстанские вузы, уходят в ближайшие российские вузы, да. Почему? Причины? Причины, да, потому что первая причина, скорее всего, она связана с тем, что я в первую очередь скажу, что есть такой стереотип, что там на той стороне в России и там образование лучше, нескольким образом, во-первых. Во-вторых, аналитика показывает, что многие ребята уезжают, потому что, допустим, особенно это было в прежней, когда, допустим, отток был достаточно высокий, что не было тех образовательных программ, не было тех специальностей. То есть там шире спектр, соответственно, больше выбора было, да? Да, теперь мы этот спектр расширяем, так как мы единственный многопрофильный университет, и причем за такими громкими красивыми названиями стоит огромная работа, огромная работа наших академических комитетов, огромная работа наших преподавателей. То есть одно дело поменять, грубо говоря, вывеску, а другое дело наполнить ее содержанием. Да, и глубиной. Соответственно, говоря о содержании, содержание формируется тоже непросто. Это должен быть квалифицированный кадровый потенциал, это должна быть, соответственно, обеспеченная материально-техническая база, это должна быть литература. Это достаточно большая работа. То есть невозможно просто захотеть и открыть эту программу. Этому предшествует достаточно большая работа. И вот, ну, приведу такие примеры. У нас была такая специальность, допустим, в государственном местном управлении. Провели опросы, провели аналитику, и пришли к мнению, что необходимо перейти на некий другой уровень. И мы открыли такую образовательную программу, как государственное администрирование. Или вот вы, допустим, да, журналисты, да. Раньше была специальность журналистика, теперь мы переходим на следующий такой уровень, связываем ее с пиар-журналистикой. Потому что сейчас работа в социальных сетях, работа, то есть выходит из моды, как так называемые бумажные источники, да, информация приходит на их смену, более такие, так называемые, информационные порталы, интернет, электронные данные и так далее. Больше такая блогерская работа, можно сказать. Да. Вот. Экономика в бизнесе. То есть раньше у нас была, допустим, специальность экономика, но сейчас вот практика показывает, что экономистам нужны практические навыки работы именно организации бизнеса. Причем хотелось бы сказать, что наши все образовательные программы, они прошиты, во-первых, с точки зрения цифровых технологий. Да, так или иначе все связаны. Обязательно, да, обязательно. Кроме того, мы даем на выбор нашим студентам изучать азы предпринимательства. Это тоже немаловажно, потому что, в принципе, обучаясь на любой образовательной программе, студент на втором-третьем курсе, имея определенные навыки организации, допустим, каких-то... Ну, любых процессов, скажем. Да, любых процессов, бизнес-производственных, экономических. А он уже имеет возможность. То есть это, опять-таки, причем периодически мы проводим, организовываем, допустим, различные конкурсы стартапов, бизнес-проектов, где ребята имеют возможность показать свои наработки и в дальнейшем двинуть свой бизнес. То есть вот вырисовывается, знаете, такой портрет вот этих будущих студентов, очень таких мобильных, скажем, да, связанных, скажем так, с онлайн-технологиями, с цифровизацией, да? Мы говорим так, что мы их наполняем дополнительными софтами, да? Да, да. То есть какие-то... То есть раньше, если было такое, делались упор, что студент должен был иметь такие основные навыки, так называемые hard skills, да, которые позволяли ему знать производство. Сейчас soft skills нужны для того, чтобы выстраивать коммуникации, знать психологию людей, знать азы предпринимательства, цифровых навыков. То есть вот эти все вещи, они как раз-таки нужны современному специалисту. Что такое трансформация в центры академического превосходства? Что это за центры, где они будут созданы по всем регионам или только в североказахстанской области? Действительно, этот проект достаточно интересен. Кроме того, хотелось бы отметить, что президент дал конкретное поручение глава государства о том, чтобы в региональных вузах были созданы центры академического превосходства. Основная задача этих центров сделать определенный рывок. Причем, как правило, центры академического превосходства, они должны вмещать в себя не только какие-то образовательные вещи, но причем эти наши образовательные программы должны быть наукоемкими. В принципе, наука развивается во всех отраслях, будь то экономика, будь то агрономия, будь то инженерия. Поэтому основная задача это повышение качества образования, это создание возможности нашим студентам производить продукты с высокой добавленной стоимостью, это возможность ребятам делать научные исследования и открытия, это возможности, допустим, дальнейшего обучения в магистратуре, докторантуре и опять-таки заниматься, продолжать заниматься наукой, патентовать свои изобретения. Поэтому сейчас министерство образования, нами в частности, в тесном взаимодействии с нашей областью, с нашими работодателями, предприятиями, нами ведется работа. Эта программа рассчитана на 4 года, запускается она в этом году. Что там будет? То есть это приобретение высокотехнологичного оборудования. Хотелось бы отметить, что вот сейчас мы знаете, мы строим учебно-лабораторный корпус, причем эти две вещи, они будут интегрированы и совмещены. Если в новом учебном лабораторном корпусе создаются порядка 73 новых инновационных лабораторий, как правило, это инженерные направления, сельское хозяйство, это медицина, то в центре академического производства упор будет сделано на педагогическое образование, на гуманитарные науки и на IT-технологии. Вот сейчас, к примеру, мы закупаем, ну, предполагаем закупить достаточно большую, несколько таких мощных лабораторий именно VR-студии. То есть то, что сейчас в тренде во всех мировых вузах. То есть вы, одевая, допустим, VR-очки, вы будете иметь возможность, ну, не знаю, там, проводить занятия в дошкольном учреждении. Вот вам и садик, стоит вам перед вами задача, то есть ваши действия, задачи. Или же, допустим, вы обучаетесь, допустим, по русскому языку и литературе, вы стоите там в середине, допустим, в середине, там, любого сражения и ваши действия. То есть это может быть использовано и, допустим, в истории, и в литературе. То есть достаточно очень интересные вещи. Причем, хотелось бы отметить, что эти все вещи, они опять-таки формируются на основе содержания образовательной программы. То есть мы хотим показать и хотим дать студентам нашим возможность обучаться по, во-первых, по последним международным стандартам. Эту возможность нам дает министерство. И считаем, что это даст нам возможность в том числе открывать и формировать новые образовательные программы. И результатом, как правило, будут выпускники с новыми компетенциями, достаточно высокими. Это из области фантастики практически, да? Но, тем не менее, работа, наверное, в этом направлении идет. И когда планируется это создание? Работа, она сейчас ведется. Министерством собраны наши заявки. Республиканская комиссия будет очень детально рассматривать. Причем, хотелось бы отметить, что уже с этого года мы предполагаем, что эта работа начнется. Допустим, даже элементарно, я уже говорил, допустим, об астрономии. У нас, допустим, есть в этом проекте достаточно мощная лаборатория. Допустим, мы хотим обновить наш телескоп. Про это я хотела спросить. Какая же астрономия и дистанционные исследования без телескопа? Ведь сейчас обсерватория не работает. Причем телескоп мирового уровня, допустим, роботизированный. Потом у нас очень мощный аспект в этом центре академического производства отдан, естественно, научным исследованиям. Очень мощнейшие лаборатории по экологии, по химии, по химической технологии, что позволит не просто, допустим, обучаться, а именно проводить исследования, которые востребованы в первую очередь в нашем регионе. В первую очередь, наверное, что-то связано с аграрной отраслью. Ну, как я уже говорил, вся аграрная отрасль, она у нас представлена в новом корпусе. То есть вот эти две вещи, они будут друг друга дополнять. То есть это будет некий... То есть есть у нас кластер инженерии, есть у нас кластер агрономии, есть у нас кластер, допустим, медицины. В центре академического превосходства у нас стоит кластер естественных наук, гуманитарных наук и педагогических наук. То есть, грубо говоря, весь этот процесс... Да, именно по кластерам будет. От строительства лабораторий, центров лабораторных и перейдем к строительству общежития. Строится общежитие сейчас, как идет работа и как вы считаете, какую роль сыграет именно строительство нового общежития в, скажем так, оттоке, да? Вот в оттоке студентов за рубеж, в другие вузы в том числе, какой импульс даст, даст ли импульс, или толчок в образовании? Да, такой обширный вопрос, даже глобальный. Могу сказать таким образом даже, обучение студента это не только сидеть в аудитории, либо работать в лаборатории, это условия. Условия, где он учится, то есть немаловажно в каких условиях он обучается, немаловажно значение имеет в каких условиях он проживает, как выстроен кампус, как до него легко добраться, как можно посетить ту или иную библиотеку, что я могу увидеть, как я могу отдохнуть, как я могу позаниматься свободно. Поэтому сейчас, благодаря усилиям Акимобласти, при поддержке правительства, президента, мы со строительством нового черного корпуса реализуем комплексный план социально-экономического развития Северо-Казахстанской области. Дальше, если идти, то вот уже буквально 5 мая был утвержден новый, новая редакция комплексного плана, и там как раз-таки несколько таких очень важных для нас вещей, хотелось бы, чтобы выпускники, их родители знали об этом. Будет построено общежитие на 1200 мест, причем его достаточно тяжело называть общежитием, это больше, наверное, дом для студентов. Далее, запланировано капитальные ремонты 5 корпусов и 3 общежитий, причем это все идут средства из республиканского бюджета. Сейчас идет строительство двух общежитий на 306 мест, это строительство идет как раз-таки вот по тому механизму, который предложил нам министерство, то есть есть инвестор, который строит это общежитие за собственные места, за собственные средства. И идет строительство обшития на 244 места, которое ведется городом, то есть управлением строительства. И по большому счету мы предполагаем, что все эти проекты реализуются, то в 2023 году мы решим вопрос от нехватки койко-мест в нашем университете. То есть вот эти 1200 мест, плюс 550. Сейчас мы ведем работу, вот 10-й корпус, который в принципе по своему предназначению изначально был как раз-таки общежитие, мы его, три этажа за два года мы уже переоборудовали под общежитие и в последующем думаем, что, то есть оставшиеся два этажа мы также отдадим общежитие, это даст нам еще порядка 300 мест. То есть в общей сложности у нас на сегодняшнюю потребность чуть больше 2000 и как раз-таки с вводом всех новых объектов, плюс вещи, которые мы делаем уже в рамках наших корпусов, они нам дадут возможность решить эту проблему. И все иногородние ребята, которые приезжают к нам из других регионов, из других стран, хотелось бы отметить, что у нас обучаются дети со всех регионов Казахстана. Отрадно то, что обучаются у нас дети из 12 стран дальнего и ближнего зарубежья, всех мы обеспечим общежитиями. И причем это будет общежитие очень комфортное, то есть именно сделано для студентов. Есть уже готовые проекты, причем вот эти вот проводимые капитальные ремонты в течение двух-трех лет дают нам возможность поменять облик нашего университета, поменять фасады, создать зоны комфорта. И я думаю, что с учетом новых лабораторий, с учетом новых условий проживания для студентов, с учетом новых корпусов, наш ВУЗ достаточно будет привлекательен для всех категорий, не только для студентов, а для абитуриентов из нашей области, но в том числе из других областей. Ербул Моразович, ну вот на фоне всех этих инноваций, развития, субсидирования государства, выделения средств на строительство и развитие дальнейшее, что Вы можете предложить по бесплатному обучению? Смотрите, в принципе, в университете утверждена программа по талант-менеджменту, то есть отбору талантов ребят. Мы даем возможность обучаться ребятам на бесплатной основе через проведение различных конкурсов. Вот у нас буквально не так давно состоялся конкурс именно среди ребят, которые хотели бы стать будущими педагогами, причем этот конкурс идет традиционно с 2018 года, и порядка 7-10 грантов ежегодно выделяется. Кроме того, у нас работает система льгот и скидок, в рамках которых предусмотрены выделения грантов ректора, грантов академика Монаша Кузбаева. И я так думаю, что в будущем как раз-таки нужно подвести сюда категорию, допустим, талантливых стартаперов, талантливых ребят, которые имеют достаточно высокие достижения в науке, то есть эту систему развивать. То есть в принципе сейчас на данный момент в этом отношении университет неплохо помогает. Ну, хотел бы еще отметить, что сейчас, в прошлом году выделялось более 50, порядка 56 грантов, и по сути каждый второй абитуриент имел возможность поступить на гранты. Ну, это именно по этим, да, образовательным программам? Да. Педагогические специальности? Да. И вот учитывая то, что ежегодно у нас увеличивается количество выпускников школ, в целом по стране и в частности в регионе, с учетом того, что, допустим, ежегодно нам выделяется порядка 300 грантов на педагогические специальности, иногда даже возникает проблема, некем закрыть, и я вот... Некому вручить гранты. Вот вчера хорошая такая новость вышла, что Акимат области выделяет из своего бюджета порядка 50 грантов. То есть здесь достаточно огромные, огромная возможность поступить на гранты, и я хотел бы призвать наших выпускников, их родителей обратить на это внимание. То есть многое зависит от того, как... То есть понятно, желание людей сейчас очень многие до сих пор почему-то думают, что юридическая специальность или там экономическая специальность является наиболее престижной. На самом деле не так. Сейчас многие, сейчас, допустим, развиваются именно вот, что социализировано, допустим, с технологическими науками, да? Да, мне кажется, этот период в вашем вузе уже прошел, да, когда это были популярные специальности. Да, поэтому сейчас достаточно очень большое количество, большие возможности именно для поступления на грант. Тем более, что хочу отметить, что ежегодно будет повышаться стипендий для тех, кто обучается на грантах, а большое количество ребят, вот я могу ошибиться, но порядка 100 человек в этом году у нас получили возможность поступить на вакантные гранты. То есть гранты высвобождаются, кто-то отказывается от них, кто-то отчисляется по тем или иным причинам. И ребята, которые обучаются на... хорошо и на отлично обучаются на, допустим, на платной основе, то они имеют возможность участия в конкурсе. Поэтому возможностей очень много. Ербун Маратович, буквально несколько минут остается. Еще два вопроса хочу задать. Это я понимаю, конечно, что пандемия внесла коррективы свои в этот вопрос. По академической мобильности будет ли в дальнейшем развитие? Да. В принципе, были определенные трудности с тем, что в прошлом году, когда началась пандемия, что ребята многие назад, наши ребята обучались за рубежом. Сейчас идет конкурс, вернее, заявки уже собраны. Со следующего учебного года мы также участвуем в программе академической мобильности, которая финансируется из средств республиканского бюджета. То есть наши ребята будут опять-таки иметь возможность обучения в ведущих вузах Соединенных Штатов Америки, Восточной Европы и Юго-Восточной Азии. В ближайшие регионы, где есть доступ, мы реализуем, так как, допустим, обучение осуществляется в онлайн-режиме, некоторые вузы России, допустим, ведут прием, у нас ребята обучаются. Сейчас у нас обучаются ребята и на Кубани, и в Якутии, в Тюмени, то есть ближайшие, грубо говоря, ближние зарубежья. А что касается академической мобильности преподавателей, мы нашли другое решение. Мы внедрили так называемый принцип виртуальной академической мобильности. И преподаватели из США, Восточной Европы, опять-таки же, скажу, имеет возможность, вернее, Европы, Юго-Восточной Азии, читать лекции нашим ребятам в онлайн-режиме. То есть это тоже, в принципе, выход из этой ситуации. Если уж мы заговорили о США, не могу не задать вопрос про доверительное управление университета Аризоны. Этот вопрос очень широко обсуждался. Да, ну, как сказать, буквально недавно, как уже все жители нашего региона, да и в целом все республики знают, что у нас была делегация, действительно, сейчас прорабатывается очень тесно вопрос сотрудничества с университетом Аризоны. Причем я хочу отметить, что этот университет входит топ-150 ведущих вузов мира. Ну, элементарно я хочу сказать, что они являются стратегическим партнером НАСА. То есть у них тоже есть обсерватории, у них тоже есть космические изделия. Космическое направление. И хотел бы сказать, что это как раз-таки делает, все это идет как раз-таки в рамках поручения президента о том, что должны быть созданы в городе Петропавловске и Шимкенте два вуза по модели Назарбафа университета в сотрудничестве с ведущими вузами мира. Основная цель, это, конечно же, создание новых, так сказать, уникальных образовательных программ совместно с зарубежным ведущим вузом партнера. И вот как раз-таки приезд этой делегации был посвящен основном как раз-таки совместной работе. Нужно понимать, что, грубо говоря, лейбл Аризона университета, он не просто так дается. Они приехали посмотреть, на что мы способны, на наше желание и понимание вообще этого процесса. Что касается доверительного управления, это некие такие, может быть, то есть, когда мы заключаем договор о сотрудничестве, и когда, грубо говоря, по сути, это доверие и понимание обеих сторон, то, наверное, в первую очередь нужно здесь говорить о доверии. Да, здесь, наверное, у нас, к сожалению, почему-то понимание доверительного управления, это продать, отдать, на самом деле все это не так. На самом деле это не так. То есть, для того, чтобы заработал этот проект, есть такие примеры, допустим, мы в таком же, по сути, формате работаем сейчас с вузами Литвы. То есть, доверять-то должны вы, да, им, по сути. То есть, это, в первую очередь, взаимовыгодность, да, этого процесса, что выгодно вам. Да, первое, что выгодно нам, что выгодно нашим выпускникам. Я думаю, что когда будет построен этот корпус, когда проведут все капитальные ремонты, когда заработает Центр Академического Превосходства, когда мы начнем формировать наши инновационные, уникальные лаборатории, когда у нас будет договорен с нашими потенциальными стратегическими партнерами о том, что мы хотим и готовы это делать, то, я так думаю, что огромное количество людей, не только с нашего региона, но и в целом со страны, причем из ближайших зарубежных стран, выразят однозначное мнение об участии в нашем университете. Ну что ж, благодарю вас за участие в нашей программе, за интересную беседу, за ответы на все интересующие вопросы. Думаю, что еще не раз мы с вами увидимся и к другим вопросам перейдем наших телезрителей. Благодарю за внимание. Увидимся в программе с первых уст. Всего доброго. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»